В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жаке. Здравствуйте! Сегодня в программе. Почему парализованный карагандинец Нияс Сундит Алиев пожертвовал 5,5 миллионов тенге в благотворительный фонд? Я точно знаю, что я буду когда-то ходить. Это вопрос времени, воли Всевышнего. Как получить арендное жилье в Караганде? Чем дышат отечественные дизайнеры одежды и что их вдохновляет на новые коллекции в преддверии весны, узнавала Айим Амрина. Квартиры все чаще становятся предметом спора между соседями, близкими и даже кровными родственниками. Адвокаты сталкиваются с такими судебными тяжбами почти каждую неделю. Одна из участниц процесса, воюющая за свою жилплощадь, обратилась к нам в редакцию. Мать-одиночка Жанар Эргибаева заявляет, что ее жилье отобрали мошенники. Все, получается, расписки, уже все поддельные расписки там идут от моего имени, от отца, от брата, от сестры, от всех идут поддельные расписки. Жанар Эргибаева – одна из наследниц трехкомнатной квартиры в Майкудуке. С ее слов, отец получил жилье, работая на шахте, но вскоре ушел из семьи. Когда умерла их мать, Жанар вместе с остальными детьми отправили жить к родственникам. В квартире оставалась 18-летняя сестра Осель. Именно у нее, по словам Эргибаевых, мошенники забрали ордер на жилье и выселили. Обманным путем взяла ордер посмотреть Ракишева Нургайша и так и не отдала ей. Жанар узнала о своем наследстве только в 2014 году, ведь когда умерла мама, ей было всего 12 лет. Сейчас у нее на руках трое детей, один из которых инвалид. Семья снимает жилье. Вернуть свою собственность Жанар пытается на протяжении двух лет. Сейчас являются этой квартирой Ракишева Нургайша. По решению суда Кировский район ей вынес решение суда. Мы хотим добиться этой правды. Пускай возвращает нам квартиру. Люди, кого Эргибаева обвиняют в подделке документов, от комментариев отказались, ссылаясь на то, что не хотят разглашения информации до конца разбирательства. Но представитель семьи Эргибаевых настроена решительно. По данному заявлению, зачем мы обратились теперь, в прокуратуру Октябрьского района города Казахстана, в отдел полиции Октябрьского района города Казахстана и в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, в Комитет по защите прав человека, в администрацию президента от Республики Казахстана и ждем результата. Адвокат Ширина Мергалиева отмечает рост таких споров в последнее время. Зачастую люди не знают о своих правах и безграмотны. Отсюда и последствия. Чтобы не стать жертвой аферистов, юрист советует тщательно читать бумаги, которые подписывают. Также она рекомендует обращаться за консультацией к правозащитникам. И у нас сложилась такая судебная практика, что суды удовлетворяют иски Акимата о прекращении права собственности, то есть даже не разбираясь толком. У нас есть КСК, да, пусть пишет заявление в КСК, ставит там в известность, пусть в Акимат пишет местный исполнительный орган о том, что он на время сейчас выезжает, то есть он не бросает квартиру. Это уже хоть какая-то гарантия, что он приедет, вдруг там кто-то что-то захватит, да, его жилье, а он уже покажет бумажку, вот у меня уважительное, все, я не бросал квартиру. Кто прав, кто виноват в истории нашей героини, рассудит Фемида, а мы лишь просим зрителей быть бдительнее. Аймамрина Исламбеку Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Бумеранг Добран. Парализованный карагандинец Нияс Сундит Алиев пожертвовал более 5 миллионов тенге благотворительному фонду милосердия. Свой поступок молодой человек называет обдуманным, ведь пока его реабилитация проходит дома, в зарубежных клиниках помочь ему пока не могут. А держать у себя деньги, столь нужные больным детям, Нияс считает кощунством. Подробности в следующем сюжете. Опустить руки, сдастся, можно всегда. Нияс вспоминает первый год после полученной высотной травмы. Несчастный случай произошел в 2012 году. Тогда он только закончил университет и мечтал отдать долг родине, пойти служить в армию. В результате полученной травмы ему удалили поврежденный позвоночник, вставили имплантант. Друзья и просто знакомые начали собирать деньги на его лечение. Но пройти его за рубежом парню не удалось. Врачи пока не берутся. Я точно знаю, что я буду когда-то ходить. Просто, наверное, действительно, это вопрос времени и на все воля Всевышнего. Нияс не отчаивается. Он ведет блоги в социальных сетях и пишет статьи. Сейчас он уже может сидеть. Мечтает написать книгу о себе и открыть фонд помощи, попавшим в аналогичную ситуацию. Собранные 5,5 миллионов тенге уже переведены на счет благотворительного фонда «Милосердие». Парень верит, кому-то они сейчас нужнее. Почему я это делаю? Потому что у меня нет морального права эти деньги держать у себя. И я знаю, что они сегодня могут помочь детям. Все, что касается моего здоровья, я думаю, все будет хорошо. Я в этом и верен. Директор фонда «Аружен Сайен» в интервью на одном из сайтов призналась, что отправляя деньги, Нияс не сказал им о том, что парализован. «Милосердие» обещает сообщать парню о потраченных деньгах и держать его в курсе, кому они помогли. А имам Рина Арман Нартаев, первый карагандинский. Вот уже третий год в Казахстане успешно реализуется программа арендного жилья. Тысячи нуждающихся граждан смогли решить свой квартирный вопрос с помощью такого механизма, как аренда с последующим выкупом. Жилстрой Сбербанк Казахстана предоставляет возможность выкупа жилья через аренду только молодым семьям. Претенденты должны соответствовать следующим характеристикам. Молодая семья должна быть в браке не менее двух лет. Возраст супругов до 29 лет при подаче заявления. Также претендентом может стать неполная семья, где детей воспитывает только один родитель, которому не исполнилось 29 лет, в том числе разведенный или вдовый. На сегодняшний день подписано соглашение о строительстве дома на 756 квартир по программе «Развитие регионов до 2020 года». Для того, чтобы получить данную недвижимость, необходимо иметь в нашем банке депозит и начинать накапливать деньги. 50% от стоимости квартиры. Стоимость за квадратный метр – 100 тысяч тенге. То есть в среднем двухкомнатная квартира стоит 6 миллионов 600, однокомнатная квартира – 4 миллиона 600. Для того, чтобы получить недвижимость, то есть 50% необходимо накопить на депозите. Данная программа хороша тем, что стоимость квартир не подорожает, а для молодых семей все намного проще. В течение 8 лет участник программы живет в квартире бесплатно и оплачивает только коммунальные услуги. При этом он делает ежемесячный взнос на депозит, на который ему начисляется вознаграждение банка и ежегодная премия от государства в размере 20%. Спустя 8 лет, когда вкладчик накопит 50% от стоимости квартиры, он может получить недостающую сумму под низкий процент и выкупить квартиру. Как только накопит 50%, уже эта квартира переходит в его собственность и уже данная молодая семья оформляет эту квартиру на себя и получает заим под 5% либо 4% в зависимости от тарифной программы. В связи с девальвацией, АО «Жилстройсбербанк Казахстана» выплатит компенсацию владельцам свыше 467 договоров. Общая сумма вкладов подлежит компенсации и составляет более 170 миллиардов тенге. Лариса Хусейнова, Рустам Беков, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. Падение с крыши сосулек едва не обернулось трагедией. Молодая девушка оказалась прямо под острой льдиной в момент ее падения. Как бороться с опасными сосульками и чья это обязанность, расскажет Екатерина Фанасьева. Неубранный снег, тающий на крышах домов, ежегодно создает проблемы для жителей города. Многие в спешке не замечают стройный ряд сосулек над головами. Однако стоит быть внимательнее. Надежда, ожидая подругу у одного из зданий, чудом осталась без травм. Сосулька упала в сантиметре от девушки. Передо мной упала сосулька. Она была больших размеров. И если бы я стояла немного ближе, то она могла упасть на меня. Это очень опасно, потому что на моем месте мог бы оказаться и ребенок, и какой-либо другой человек, пожилые бабушки, дедушки, которые не в состоянии потом сами встать и как-то оказать себе помощь. И с этим нужно что-то делать, очищать как-то крыши от сосулек, от снега, чтобы не повторилось такого случая. Карагандинцы бьют тревогу. На месте девушки может оказаться любой. Конечно, опасно, потому что бегают дети, это ходят. Люди взрослые ходят, пожилые люди ходят. Поэтому так что надо опасаться, я так думаю. Мы ходим, тут очень опасно, потому что сосульки висят, надо их снять. Надо убирать это все. Потому что это опасно, когда упадет там смертью даже можно. Когда студенты ходят, люди ходят, поэтому опасные сосульки. Конечно, опасно. Если такое по голове даст, то это уже смертельный исход. Снег и сосульки на крышах зданий угрожают жизням людей. Жильцы могут воспользоваться платными услугами по очистке крыш от снега и сосулек. Сосульки, которые висят на домах, убираются с собственниками. Великая, скач. Будьте осторожны, проходя около домов, где висят огромные сосульки, не поленитесь обойти их стороной. Ведь они представляют огромную угрозу для жизни. Екатерина Афанасьева, Рустамбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. С нового года работодатель обязан уволить пенсионеров, которые работают в опасных и тяжелых условиях труда. Сегодня в областном управлении здравоохранения разъяснили нормы нового Трудового кодекса Республики Казахстан и о внесении изменений и дополнений в акты социального партнерства. В здравоохранении всегда нехватка кадров. В Карагандинской области работают около 1400 врачей, из них 800 пенсионеров и более 10 тысяч среднего медицинского персонала, из которых 900 сотрудников пенсионного возраста, работающие в опасных условиях труда. Александра Мадьярова утверждает, что нужно время для того, чтобы обучить молодежь и передать им свой опыт. Это касается не только Карагандинской области, но и всего Казахстана в целом. От 30,8% медицинского персонала республики, пенсионного возраста и работают в условиях опасного труда. С октября 2015 года проводят семинары, согласно утвержденного плана заместителем Акима Карагандинской области, по вопросам о разъяснении норм нового трудового кодекса. На данных семинарах одним из наболевших вопросов является расторжение трудового договора с работниками пенсионного возраста, также расторжение трудового договора в связи со снижением объема производства работ. Также задаются часто вопросы о предоставлении ежегодных трудовых отпусков работникам. СПИД, туберкулез, онкология, кожвен – можно сказать, что почти все медицинские сотрудники связаны с опасными условиями труда. Ежедневно, обследуя больного пациента, все медики так или иначе подвергаются опасности. Лариса Хусынова, Исламбек Коспан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Областной центр здорового образа жизни организовал информационно-образовательную акцию по пропаганде грудного вскармливания. Беседы проводятся в родильных домах Карагандинской области. Специалисты рассказывают будущим мамам о важности соблюдения основных правил здорового образа жизни, о своевременной диагностике и лечении патологии. Во время проведения разъяснительных мероприятий действуют школы молодой матери, а также кабинеты здорового ребенка. Мы уже побывали в родильном доме Шахтинска города, сегодня вот сейчас Сарань посетили, встретились с женщинами, рассказали о том, что все-таки как важно в первые 6 месяцев рождения детишек кормить исключительно грудным молоком, а преимущество грудного вскармливания. Женщинам мы подарили буклеты, значит, преимущество грудного вскармливания, и предметы гигиены, ухода за ребенком в первые 3 месяца. В период с 22 по 27 февраля 2016 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие КАРО. ОПМ направлено на проверку объектов с использованием и хранением служебного оружия, взрывчатых веществ и материалов специализированных магазинов по торговле гражданским и служебным оружием. В целях профилактики и пресечения правонарушений и преступлений, связанных с оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и материалов, на территории Карагандинской области регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия по изъятию незаконных материалов. Я хотел бы обратиться к гражданам, изъявившим желание сдать незаконно храняющееся у них огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, что они могут обратиться к заявлению в любой из городских, районных отделов органов внутренних дел. Гражданам предоставлена возможность добровольной сдачи незаконно хранящегося огнестрельного оружия и тем самым освобождение их от административной и уголовной ответственности. В случае выявления сотрудниками полиции фактов незаконного хранения гражданами огнестрельного оружия они будут привлечены к административной или уголовной ответственности. В областном историко-краеведческом музее прошло мероприятие по профориентации. Учащиеся от девятых классов не только выслушали ознакомительные лекции, но и на деле попробовали быть модельерами и дизайнерами. Выбор будущей профессии – выбор будущего. Под таким названием в стенах областного историко-краеведческого музея прошла встреча. Ученики девятых классов встретились с представителями колледжа технологий и сервиса Банковского и Политехнического колледжей. Цель мероприятия – помочь молодым людям, школьникам, выпускных классов, обрести уверенность в себе. Самое главное – понять, какой жизненный путь, какой жизненный выбор, помочь подтолкнуть им найти. Потому что выбор профессии – это очень важный момент в жизни каждого подрастающего поколения. Учебный год близится к концу. Многие школьники давно выбрали будущей профессии. И хотя Алина с самого детства мечтает стать фельдшером, лекции только расширили кругозор ученицы. И тут рассказывали про разные профессии. Но, к сожалению, я уже выбрала свою профессию, и никуда я из этих профессий не хочу поступать, из этих, точнее, колледжах. Хочу поступить в медицинский. У меня мечта с детства. Встреча прошла в рамках социального проекта «Молодежь. Будущее Казахстана». Подобные мероприятия и дальше будут проводиться в нашем городе. Екатерина Афанасьева, Алжас Габасов, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. С корабля на бал. Известная поговорка стала гвоздем вечера на модном показе дизайнерской одежды моделера из Астаны и Гульнары Косым. Модели заехали в зрительский зал на лимузине. Девушки с гордостью продефилировали в брендовой одежде. Нашим корреспондентам удалось побывать на закрытой вечеринке. Что вдохновило автора на создание коллекции и где ее можно купить, узнавала Айма Морина. Эпатажный въезд лимузина покорил зрителей. В зале ресторана собрались сливки общества. Многие приехали сюда специально из Астаны. Ведь увидеть такое шоу можно не каждый день. Сая Тулебаева воспитывает двоих детей. Сейчас девушка в декретном отпуске. На модный показ попала по приглашению. Хочет узнать о новых тенденциях весны и поддержать отечественного дизайнера. Мы сейчас наблюдаем такую тенденцию, что наши отечественные дизайнеры выходят на новый уровень. Они стали производить качественную, стильную, удобную одежду. Автором коллекции является астанчанка Гульнара Касым. В дизайнере сочетаются естественная мягкость характера и творческий стержень. Она мать пятерых детей и уже имеет внуков. На создание эксклюзивных образов ее вдохновляет женская красота. Гульнара любит яркие цвета и смело экспериментирует с фасонами. По словам модельера, пока она закупает ткани за рубежом, в Корее и Турции. Так как в Казахстане нет собственной качественной ткани. А провести свой первый, но пока еще закрытый показ в Караганде, она решила не случайно. Она отметила, что жители шахтерской столицы больше, чем остальные, заботятся о своем внешнем виде и следуют моде. Я удивляюсь. Я не видела раньше Караганду такую. Мне очень нравится, понравилась. Именно продвинутая все-таки, устойчивая, уверенная Караганда. И такая мужская сила, энергетика чувствуется. И девочки этому соответствуют. Организаторы мероприятия, журнал «Мама Сити» отмечают необходимость проведения таких дефиле. Ведь только так люди смогут оценить мастерство отечественных производителей. Гульнар Касым свою коллекцию одежды представляет в Караганде. Далее завтра состоится чайная церемония, где можно будет примерить, приобрести платье. Брендовую одежду GK можно приобрести пока что только в столице или через сайт модельера. В скором времени автор бренда обещала порадовать и жителей шахтерской столицы. Она хочет открыть филиал своего бутика и в Караганде. Аймамрина Улжацгабасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова